Всех приветствую! Вы уже видели, я выкладывал видео, как в Сарелле мы обнулили Минк. 3 миллиарда 44 с альянса Ган, китаянка или китаец, мы сами не знаем, кто это. И вот на зеленой карте, на обычной карте, он опять остался без щита, забыл щит. Время 12 ночи, по Москве где-то 10-11 вечера. К нам зашли топы иностранцы. Чаки очень сильный игрок. Вообще предыстория такая была, что война в 217 началась с приходом Зайки, это замок Минк, раньше Зайка была топ, она обнулила Чаки. И вот американцы этой идеей мести просто болеют ее, отомстить, отомстить за Чаки наконец-то. Хотя сами играли с этой же Минк, Зайкой в одном альянсе, когда воевали против нас. Но теперь времена изменились, Зайка бросила, Минк почти не донатит, но хотя замок сильный. 3 миллиарда силы, 15 миллионов войск, это 13-е все. Статистика 5600, 14. Собрали 3 Меги, идут. Идти далеко, территория большая. На территорию не встать. Но как видите, вот рядом стоит Тони, он стоит у них прямо на территории. 4 дня назад, после КВК, они зашли в этот альянс, я не знаю, почему китайцы их приняли. Вот первые Меги доходят, из 3 миллиардов остается 2,6. Первые Меги насмерть полностью. Китайцы зачем-то приняли Тони и Утку. А Тони и Утка раньше играли с нами. Долгое время. Так, с первой Меги. 1,8. Потеряли, 2,100 убили. Хрен его знает, зачем они их приняли, считай они враждуют. Тони очень сильно обиделся за скипетр, то, что китайцы выиграли скипетр на тренировке после скипетра. Из-за этого началась у нас война с Китаем. Потому что он скипетр не хотел отдавать. И сам же Тони к ним же пришел, хотя воевал с ними полгода. Но китайцы их выгнали вчера из альянса, а Тони остался у них на территории, вплотную к ним. И его сейчас нет онлайн. Пока мы бьем Мегами, он стоит под щитом рядом. Возвращаю экстренно войска, забегаю в другие Меги. У меня одета, естественно, Забияка. Включил Спас Круг, потери большие будут. Я иду во все Меги, а без Дракона потери больше. У Дракона процент Спасенных хороший. Тут нам еще и Гамби пришел. Чаки бросил после того, как Зайка его слила 2-3 года назад. Он какое-то время пытался что-то играть. Он был топом этого королевства, 217. Сильный донат. Но он бросил. И полгода назад, перед слиянием, прям за месяц-два до слияния, он вернулся. И из 40-го замка с 8000-6000 статистикой, уже сделал 20 тысяч статистику, 17-20 и 45-ю цитул. За полгода прокачался. Прилично он туда ввалил. У нас включено заклятие, молниеносный поход, бегать далеко. Я не стал сразу подлетать, так немного золота потратил на ускоры. После этого события с золотом, хотя бы есть его немного. Можно побаловать себя. 2-100 уже, 3 меги прошло. 900 лям с 3 мег. Включаю все бафы на лечку. У меня плохо прокачан навык скорость лечения. 42% у маргаузы. Там максималка, по-моему, 50%. Надо поменять. Заняться, наконец-то, этим. Надеваю шмот на лечку. Со святилища доставать потом долго. Лучше я ресурсы потрачу его ускорой. 62 миллиона еды. И 14 дней лечения. Все, базарет пустой. Но пока я лечился, мои войска в меги дошли одни. Я так подумал. А оказывается, это мегу отменили. Потому что я помню, что я отправлял в 4 меги. А сейчас их 3. Один поход возвращается. И тут что-то не очухался. Собрал тоже мегу. А он стоит вплотную к мегу. Очень удобно. Меги быстро доходят. Грабить сможет, если что. Не понимаю я, из-за чего китайцы их приняли. Глупо, конечно, это было с их стороны. Сначала воевать с американцами. Потом принять их в альянс. Пустить на свою территорию. И снова выгнать. 30 секунд до подхода меги. Начинал я с 1,5 миллиарда. 530. Сейчас уже 1,417 миллиарда. 100 лям потерял. 37-й замок рядом. Проснулся, одел щит. Мы думали, что он сейчас панику поднимет. Начнет всем звонить, сообщать. А он туда на драконов куда-то бегает, на мобов. И повезло, что он не R4. Итальянца не может одеть. Так, мега гамби дошла. 1,3 потеряли. Убили. 1,8 по-моему. Ну, тут разница в статистике, конечно, сильная. Но почему-то я не могу найти информацию о крите. Не вижу я ее в упор. Я этот отчет долго смотрел. Пропустил остальные меги. Тут другие меги уже дошли. 1,4. 2 меги еще ударило. Вот третья идет. Итого уже 5 мег прошло. Мега тони. Лям потеряли. 1,7 убили. Смертность 3%. Долго, конечно, американцы мечтали уничтожить этот замок. Зайка потрепала нервы им. Вот столько войск уже осталось. Вначале было больше 5 миллионов пехоты Т-12. Хорошая подушка. Все, 37-й наконец-то очухался. Отправил подкрепление одного коня, чтобы чисто отчеты смотреть. Я уже 1,3. 200 лям минус. А, ну у меня здесь сапоги и кольцо Забияки одето. Из-за этого тоже, конечно, в силе потерял. Ну, сотню точно я потерял уже силы. 20 секунд до подхода меги Чаки. А Чаки самый сильный игрок сейчас в королевстве. 1,170 осталось. Минус 2 миллиарда силы уже. Жуть. После такого бросить можно даже. Иметь 15 миллионов в войске и остаться без нихрена. Ну, с лазарета, ладно, она вытащится со святилищем. 2 миллиона. 2,5 миллиона войск. И все. 380 Т-13 копейщики. Клыкасты мародеры, 128 тысяч. Т-13 их два вида. Ну, считай, как боевой поход остался. В СОВу все равно больно бить. Ресов здесь до жуки. 1,4 ярда железа. 1,3 ярда серебра. Я всем говорю то, что мегами сейчас уже не так эффективно бить. Я это прекрасно знаю. А когда войск мало остается, и они одного вида, не солянка, то урон от меги проходит меньше. Потерь, конечно, меньше, чем в СОВу ударить. Но и урон меньше. А она может очухаться в любой момент и одеть щит. Или щит альянца могут включить. 980 осталось. Надо в СОВу добивать. Вот, потеряли 400, убили 870. У Амеров прям вообще эйфория. Наконец-то сбылась их мечта. Месяц от чайки. Он так пишет. Ревенш чайки. Сейчас СОВа удары прилетят. Добьют. 630 тысяч войск осталось. От 15 миллионов. Нам грабить неудобно. Мы близко встать не можем. А Тони стоит вплотную в 6 походов, по 600 тысяч. Там он охренительно вытащит. Поэтому я применил заклинание. Вторжение на землю. Но оно действует через полчаса только. Полчаса ему на подготовку нужно. А 30 минут это много. Конечно, за 30 минут он 3 миллиарда железа и серебра не вытащит. Но все равно. Хотелось бы тоже поучаствовать в этом празднике ресурсов. Вот еще одна мега доходит Гамби издалека. Там уже войск-то нет. 690 лям сил. Все, Тони начал грабить в 6 походов. Чаки на ускорах летает, грабит. Я ищу территорию, где бы встать поближе, чтобы тоже поучаствовать в грабеже. Не нашел, к сожалению, ближе. Встал так, что у меня все походы 4 минуты идут. И пока мои походы дошли, мне накачухалось, одело щит. Обидно. Один раз всего получилось дойти. Тут, наконец, уподействовало заклинание вторжения на земли. Но она уже в щите, уже поздно. А раньше включать побоялись, потому что идет информация в чат. О том, что хотят вторгнуться. Могли тревогу поднять. Вот такой эпичный слив получился. Трехмиллиардного замка. И это вам не сорвали. Здесь войска она реально потеряла. Из 15 лям у нее осталось 2-2,5 миллиона войск. И все. И даже там, скорее всего, нет Т-13. Было очень много мелочи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok